Организация и порядок призыва граждан на срочную военную службу в 2024 году. Речь пойдет именно о срочной службе, службе по призыву. Друзья, всем привет! Вы на канале Службы защиты призывников. Меня зовут Унгурян Алексей. И вот в этом видео как раз с вами поговорим о том, как у нас организован этот процесс, где посмотреть, собственно, эти правила, что там как. И, собственно, дам вам свои комментарии по пунктам. И сразу пойдем, конечно, с вами к теме. С чего мы начнем? Начнем с того, что у нас есть в законе воинской обязанности 26-я статья. То есть закон 53-й, закон о воинской обязанности. В нем вот 26-я статья, читаю дословно. Организация призыва граждан на военную службу. И сейчас мы с вами по пунктам разберем, что к чему, чтобы у вас, собственно, было меньше вопросов. И все-таки, если вопросы эти появляются так или иначе, это нормально, кстати. Потому что много нюансов всегда есть, и у всех ситуации немного разные. Поэтому вы не стесняйтесь, их задавайте либо в комментариях под этим видео, либо лучше всего оставляйте заявку в нашем сайте. Ссылка на сайт есть в описании под этим видео, там тоже ссылочка есть. Позвоним вам бесплатно, вас проконсультируем, разберемся именно в вашей ситуации. Вам будет понятнее, как действовать дальше. Итак, друзья. Что же у нас написано в этой самой 26-й статье? Смотрите. Призыв граждан на военную службу, не пребывающих в запасе, включает. И первое. Явку на медицинское свидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседание призывной комиссии. То есть речь как раз о том, что каждый призывник у нас должен проходить военно-врачебную комиссию, медицинская комиссия, которую у нас включает 7 врачей. У нас их ни больше, ни меньше. В комиссии именно 7 должно быть. Если их вдруг меньше, то это уже неправомерно. То есть нельзя провести полноценную комиссию, которая будет именно законной, без какого-либо врача. Например, без терапевта, даже без стоматолога. Эту комиссию проводить незаконно. Это, собственно, первый момент. Также есть психологический отбор. То есть у нас, помимо того, что там психиатр есть в медицинской комиссии, призывники у нас еще заполняют ряд тестов, смотрят тоже на то, как они, собственно, проявляются в этом. Сложно, конечно, судить, насколько он всегда качественный психологический отбор, но он точно в военкоматах присутствует. И, конечно же, никакая история с призывом не может завершиться без призывной комиссии. То есть призывная комиссия – это всегда итог. Вот вы прошли военно-врачебную комиссию, там все, вот вы. И, собственно, следующий этап, там, где будет вынесено решение, и что в случае чего, допустим, как люди говорят, обжаловать решение военкомата. Вот обжалование именно решения призывной комиссии у нас может быть, если вдруг вы с ним не согласны. У нас состав призывной комиссии тоже установлен законом. Там есть определенные, ну, скажем так, члены этой призывной комиссии. Там не только далеко военком, там есть и другие, да, то есть, ну, состав достаточно большой. Там есть и представители Министерства образования, и МВД, и вот все это прочее. Опять же, у нас вот эта призывная комиссия, она должна быть тоже в полном составе. Если вдруг кого-то нет, то она тоже не может вынести законное решение, такая призывная комиссия. Поэтому, если вдруг вы столкнулись с тем, что у вас на призывной комиссии там один-два человека присутствуют, да, не знаю, к примеру, там, военком и еще там секретарь комиссии, да, условно говоря. Я не говорю, что так всегда бывает, но это не исключено, и такие случаи, в общем-то, возможны. Да, и у нас есть на практике такие вот случаи, когда мы обжаловали решение комиссии, которые были не в полном составе. И, в частности, например, председатель комиссии, это не военный человек, это глава администрации. Да, вот тоже, потому что многие думают, что в военкомате у нас именно там все или половина там людей военных. Нет, там военных немного, там военком только. Вот, это вот такой вот момент. И, собственно, вы, конечно же, должны быть готовы ко всем этим комиссиям, да, иначе вам будет, ну, сложно, да, то есть все эти нюансы надо понимать, чтобы не где-то вы вдруг, как произошло что-то не так, а вы даже не поняли, да, чтобы такого не было. Так, давайте посмотрим с вами дальше, что написано у нас в этой статье. Также призыв себя включает явку в указанной по повестке военного комиссариата время и место для отправки к месту прохождения военной службы и нахождение в военном комиссариате до начала военной службы. То есть вам выдают повестку на отправку, это крайне важно, ее обязательно должны вам выдать, да, эту повестку. И это сейчас может быть либо на какой-то там другой день, да, либо это может быть прямо в этот же день, когда вы прошли призывную комиссию в этот же день, вас могут, собственно, отправить на сборный пункт, и там уже вы будете ждать распределения именно в войска, оттуда уже уедете, собственно, служить. Тоже это надо понимать. Дальше смотрим, что призыв на военную службу граждан организуют военные комиссариаты, через свои структурные подразделения осуществляют призывные комиссии, создаваемые в муниципальных районах, ну и так далее, да, там вот, и так далее, и все такое. То есть это обязательно происходит у нас в военкоматах, это не может быть, не знаю, какое-то непонятное учреждение, ну и в принципе такого и не вводится, да, мы не слышали такого, чтобы где-то там призывные мероприятия проходили где-то вне, ну, установленных мест, да, собственно, не знаю, если вдруг вы о таком слышали, то напишите, конечно же. Вот, друзья. Кстати, важный здесь момент, что надо понимать, что у вас со здоровьем до всех этих комиссий, потому что если вы заранее не понимаете, если вы заранее не подготовили медицинские документы, то, по сути, вам будет нечего возразить на военно-врачебной комиссии, если вдруг вы посчитаете, что врач как-то вас не полностью выслушал, не полностью осмотрел, не направил на какое-то обследование, поэтому тоже об этом, конечно же, позаботьтесь заранее. Да, в частности, вы можете пройти у нас небольшую игру «Виртуальная комиссия в военкомате», вот там тоже есть по ссылочке, небольшая игра, там, не знаю, 2-5 минут у вас займет времени, проходит на мессенджерах, проведете, будете лучше понимать, на что вам рассчитывать уже в реальном военкомате, да, в неигровом. Благо, еще призыва сейчас у нас нету, да, и вы можете спокойно подготовиться на текущий момент. Так вот, друзья, да, кстати, если еще уж говорить про организацию призыва, то как все проходит? Ведь вы должны прийти в военкомат, вот проходите военно-врачебную комиссию, сразу вам никто военный билет не выдаст, да, то есть, если у вас есть какие-то предпосылки на непризывное заболевание, в военкомате считают, то вас еще направят на подтверждение вашего заболевания в какое-то конкретное место, в конкретную поликлинику, там, стационар, там, ну, смотря, что, смотря, какое заболевание у вас, да, смотря, что требуется. И там уже вас обследуют, вы придете с результатами опять, собственно, в военкомат, и если у вас подтвердилось непризывное заболевание, то вы получите либо отсрочку по состоянию здоровья, либо категорию годности В, либо категорию годности Д. Зависит от вашего, конечно же, здоровья, от результатов обследования, в частности. Вот. Это тоже важно понимать, что никого там сразу военного билета при первом посещении военкомата не будет, и его даже не будет, скорее всего, в первый призыв, если вы, ну, впервые идете в военкомат сейчас. Так, давайте дальше посмотрим, что у нас еще, о чем говорит на 26-я статья. Следующий пункт у нас о том, что на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждане вызываются повестками военного комиссариата в соответствии с 31-й статьей настоящего федерального закона. Вы можете посмотреть в том числе и 31-ю статью, но, по сути, она сводится к тому, что повестки у нас на текущий момент могут быть вручеными лично в руки. Да, это может быть сотрудник военного комиссариата. Вам могут вручить повестку, допустим, на работе, да, это правомерное, вы не можете от нее отказаться. Вам могут вручить повестку также лично в учебном заведении, например, да, это тоже правомерное, вы тоже не можете от нее отказаться. То есть вы, конечно, отказаться можете, но это вам ничего не даст, потому что она будет все равно считаться врученной в данном случае, потому что там-то составят такт о том, что вы отказались. Ну и, собственно, не в интересах ни работодателей, ни учебных заведений это скрывать, потому что для них тоже есть ответственность, если они вас не оповещают. Тут они не виноваты, они посредники, грубо говоря, между военкоматом и между вами в данном случае. Также повестки у нас сейчас могут вручать заказными письмами, и повестки у нас уже одобрены электронные. Вот уже, собственно, первые повесточки у нас уже приходят, и как только у нас заработает осенью, предположительно, реестр воинского учета, то все, как бы электронные повестки будут работать в полную силу, и, ну, скорее всего, они коснутся большинство призывников. Вот тоже, конечно же, надо это понимать и не питать иллюзией, что куда-то там можно скрыться, что где-то вы там не получите повестку, потому что даже если вы ее не получите, она все равно будет считаться автоматически врученной через 7 дней после ее размещения в реестре повесток. Да, поэтому, друзья, вы тоже отнеситесь к этому, пожалуйста, ответственно. И последний пункт этой 26-й статьи говорит о том, что порядок призыва граждан на военную службу определяется настоящим федеральным законом, там, другими федеральными законами, указанными президентом Российской Федерации, положением о призыве на военную службу, утверждаемым правительством Российской Федерации и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. Вот здесь, в общем-то, это только если какие-то отдельные там указы, там еще что-то, поэтому ключевое, что вам необходимо будет пройти вот эти вот две комиссии, пройти дополнительное обследование, если в военкомате посчитают, что у вас есть повод для этого, да, и, конечно же, являться по повесткам, потому что иначе будет для вас ответственность и просто так это все не пройдет. Ну и, друзья, конечно же, всегда об этом говорю, готовьтесь заранее, готовьтесь к медицинской, правовой точке зрения, консультируйтесь, да, самый простой шаг это сейчас записаться вам на бесплатную консультацию, как я уже говорил, по ссылке оставляйте заявочку, позвоним вам и лучше будете гораздо понимать, стоит вам вообще беспокоиться, не стоит вам беспокоиться, что вам делать, поэтому не игнорируйте эту возможность, обязательно проконсультируйтесь, это вас ни к чему не обязывает, зато лучше будете понимать, что происходит. Ну а на этом сегодня все, с вами был Гулян Алексей, всем пока!